Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Ну что, дорогие мои, 6 января, Сочельник, с чем я вас сердечно поздравляю! Сегодня закончились новогодние праздники, наступает Рождество, волшебное время, когда открываются небеса, и можно послать им свое желание, которое обязательно сбудется. Так что не бойтесь своих желаний, главное, правильно их сформулируйте, а то всяко бывает, получаем, а потом задумываемся, а как же мы сформулировали желание. Здоровья вам, благополучия, ну и всего самого-самого доброго! Я вам показываю результат своего труда. Не знаю, как это на видео, затемненный, по-моему, кадр, ну потому что у нас сегодня 16 градусов мороза на улице, и очень-очень солнечно. Здесь, если солнце выходит с утра, ну, редко, когда что-то меняется, то есть целый день светит солнце. Я к этому привыкаю, потому что в Москве, ну, я помню просто, что очень редкие солнечные зимние дни, я имею в виду, здесь как-то с этим получше, потому что солнышко бывает светит целый-целый зимний день. Ну, я решила показать вам, что у меня уже получается. Вот такая занавесочка. Вяжу я крючком 1,25, крючок кловер, и вот уже, ну, наверное, половину связана. Она, конечно, не будет такой длины, она будет на все окошко, но мне не терпится. Хочется показать вам, что у меня уже получается, и какая красота. Пустила я, как вы видите, цветочки по всей занавесочке, то есть кайма. Я потом перейду куда-нибудь на камин или на что-то темное, чтобы было понятнее. Я, помните, вам говорила, что вот эти полоски хочу, чтобы пошла вот эта сетка через одно по всему полотну, но был один комментарий, и я вам очень-очень благодарна. Вы мне написали, что будет изгиб вот этой полосы, и это будет некрасиво. Ну, и вот такой плотный узор, который присутствует в кайме, он утяжелит полотно всей занавесочки. Вот, посмотрите, какое голубое-голубое небо, даже через занавеску. Ой, ну просто зимняя сказка. И минус 16 на улице. Я уже добавила газу, все вот, когда была оттепель, лили дожди, травка зеленая была, у меня котел стоял на 45 градусов. Сегодня я добавила еще 5 градусов, то есть на 50 в доме жарко. Ну, для меня жарко 20-22 градуса, это оптимальная температура. Я сильно жарко не очень люблю. Пусть я тут не может никак понять. Ну, конечно, нужно достать клубочек, да, ниточки ирис, высылала мне Галина Войта. Вот, здесь 300 грамм. И еще одна такая 300-граммовая пасма у меня есть, вот, для следующего окошка, да. В общем, вязать одно удовольствие, тоже неоднозначное мнение по поводу пряжи ирис. Не знаю, мне нравится. Вот только единственный цвет, ну, не совсем кипельно-белый, но у меня есть отбеливатель, очень хороший, от компании Amway. Я его купила перед переездом, перед самым, естественно, сюда его забрала. Я даже не знаю, сейчас есть Amway в России или нет. Напишите мне, пожалуйста, будет интересно, ушла ли эта компания с российского рынка или нет. Ведь я там отработала в этой компании 6 лет. Но не дистрибьютором, а просто обслуживающим персоналом в торговом центре, который был у нас на метро Южное в Москве. Вот, так что привет, если кто меня смотрит. У нас был очень дружный коллектив. Когда я ушла, ну, вот вскоре, буквально через год, там пришел новый директор и развалил коллектив. Ну, и потом вообще этот центр перенесся на Тульскую, я помню. Вот, ну, мало кто остался из нашего коллектива. Вообще было весело. Вспоминаю эти годы, ну, как одни из лучших. Мы после работы оставались. Гуляли, короче, веселились. Вот такая красота получается у меня, друзья. Класс. Не знаю, как я буду крепить. Сейчас там временные крючочки у меня. Но мне хотелось бы, чтобы это двигалось. Уж очень я люблю смотреть на вот этот фонарь, который вечером горит. Ну, чтобы вообще не было здесь ничего, чтобы было голое стекло. А вот на этом окне я, скорее всего, поскольку здесь окно открывается, и дополнительное крепление сюда, ну, невозможно сделать, потому что тогда я не открою окно. У меня есть лента-липучка. Я, скорее всего, приклею вот прям к окну, к оконной раме вот сюда. И будет, короче, эта занавеска держаться на этой липучке. Это такие у меня предположения, как же мне крепить вот здесь. Потому что сейчас окошко открывается, и то только на проветривание, потому что мешает вот это крепление, вот этой шторы. Вот. Ну, пока зима на проветривание достаточно. А летом я вот эту штору снимаю. Вы помните, какие у меня заслонки, сделанные от солнца. Из картона. Вот. Летом немножко другие шторы. Давайте покажу вам, чем я здесь занимаюсь на кухне. А здесь у меня любимая запеканка, которая творог на манке, и я еще добавила сюда изюм. Вот. Немножко постояла. Я все-таки даю постоять, чтобы манка разбухла. Духовочка у меня уже нагрелась. Сейчас будем... Ух! Даже пока ролик снимала, прям даже перегрелась. Сейчас буду выкладывать и ставить в духовку этот творожник. Потерла сюда вот цедру лимона. А лимончик потом пойдет в сироп, которым я буду заливать запеканку. Ну, то есть, вы знаете, здесь я немножко увеличила. У меня получилось немножко больше. 400 грамм домашнего творога. 400 грамм на терке потерла тыквы. Без яиц. 150 грамм сахара здесь. Чайная ложка соды. И вот эта баночка. Ну, здесь, наверное, больше стакана. Вот такая банка у меня была кислого молока. Ну, или кефира. Манки здесь 300 грамм. Вот и все. И такая щепотка изюма. Все, поставила я в духовку. Сейчас заведу часы. Часы выпекать буду, ну, где-то 40-45 минут. Ну, пока на 40 поставила. Очень удобные вот эти часы в духовке. Духовка у нас электролюкс. Не самая дорогая. В общем, будем кушать сегодня вкусную запеканочку с творогом и с тыквой. Давайте вам покажу эту занавесочку на более таком просматриваемом фоне. Сейчас подошла вот к каминчику. Значит, друзья, поскольку схему я вам показывала в каком-то из видео, схема есть. Значит, по полотну здесь самостоятельно, естественно, я распределила вот эти вот цветочки и просто вязала цветочки на этом полотне. Единственное, что я изменила в этой схеме, поскольку здесь не столбик с одним накидом, а патентный столбик. Я уже вам рассказывала. И поэтому немножко изменились воздушные петли. Вернее, их количество. Что я имею в виду? Давайте возьму этот крючочек. Вот здесь вот эта вот галочка по схеме, она состоит из трех воздушек. Потом идет вот здесь вот прикреп столбиком без накида и опять идет три воздушки. Но поскольку патентный столбик у нас стал выше, чем просто столбик с одним накидом, то вот здесь вот у меня идет не три, а четыре воздушные петли. То есть, делаем четыре воздушные петли, столбик прикрепом с одним, ой, без накида прикреп делаем и опять четыре воздушные петли. То есть, я увеличила вот в этой галочке, добавила по воздушной петельке с одной и с другой стороны. И тогда все стало на свои места. Смотрите, как камин смотрится с этой занавеской. Нет, конечно, здесь ее не будет. Мне нравится просто без занавесок. И вообще, я не очень люблю вот эти вязаные салфетки. Ну, это должен быть такой совсем деревенский стиль. Вот, занавесочка у меня будет, а вот всяких таких накидочек на тумбочках нет. Я это не люблю. Очень красивое полотно, друзья. Посмотрите, какая красота. Да, хочу поблагодарить вас за отзывы, за ваши комментарии по поводу инструментов. Очень-очень много было различных отзывов. Вот, были такие, кому и крючок кловер не нравится. Но, в основном, ваше мнение было схоже с моим, что все-таки дорогой инструмент это качество вязания. И не то, что качество, а процесс вязания более приятный. Мне пишут, писали, что я вяжу дешевыми китайскими и результат один и тот же. Да, результат может быть у вас один и тот же. А вот процесс вязания это совсем другое. Но я сейчас не буду спорить с вами. Вот, но комментарии, все-все комментарии я ваши прочитала и многим отвечала. С одной женщиной вступили прямо в перепалку. Но останавливаться на этом не будем, потому что я поняла, что этой даме просто не хватает человеческого общения. Неважно, о чем спорить. Главное, ну, вступить как бы в диалог. Вот это была ее главная цель. Поэтому я редко вступаю в такие вот диалоги. Они очень изматывают. Мне кажется, что это какой-то вампиризм, если честно. Вот, ну, надо просто как-то умело прекращать эти разговоры. Опять сейчас мне напишут, да опять вы в негативе. Нет, друзья, я не в негативе. Я поняла эту женщину, может быть, даже где-то ей посочувствовала. Поэтому все нормально. Ваши комментарии были очень интересные. Я даже узнала о некоторой спице, о которых я вообще не знала. Например, спицы Дримс или Дропс, по-моему. Дропс, да. Я не знала, что такие спицы есть. Может быть, куплю и попробую. Много было, кстати, комментариев по поводу, о какой набор купить, а где вы покупаете. Я считаю, что это многих интересует, поэтому я отвечу. Друзья, я не советую вам покупать сразу набор. Есть в рассыпную, продаются те же Ади, те же Джинджер от Кнетпро, Зинги, Чиагу. Вот. Купите просто разные фирмы, разные бренды. Ну, вот, допустим, ходовой там, какими ходовыми спицами, и каким размером вы вяжете. Допустим, там, три-три с половиной. Вот, купите эти спицы просто поштучно, повяжите, и потом уже, конечно, когда вы определитесь, что вам нравится больше, вы уже можете купить и набор. Вот. По моему мнению, я бы вам советовала вот этот набор Джинджер от Кнетпро. Ну, во-первых, согласитесь, даже сам вот этот набор держать в руках одно удовольствие. Это деревянные спицы. И, друзья, это не сравнить с китайскими деревянными спицами. Они у меня тоже есть. Вот она, китайская эта спица на тросике. И вы посмотрите, ну, вы даже вот просто видите, какая полировка у этих спиц. Вот сейчас падает свет, так хорошо видно, да? Какой стук. И какая полировка или вообще ее отсутствие, допустим, у китайской деревянной спицы. Так что, не надо, пожалуйста, мне писать, что это одно и то же. Друзья, это далеко не одно и то же. Поэтому я не настаиваю и не надо как бы прислушиваться и верить мне. Сейчас верить нельзя никому. А вот совет купить вам поштучно какие-то те же самые Ади. Мне тоже нравится Ади. Единственное, что мне не понравился набор Лейс со съемной леской. Мне не понравился там вот этот переход от лески к спице. Я его продала своей подписчице, которая сама изъявила желание и купила у меня этот набор. И еще бонусом я ей отдала тросики к этому набору, купленные один, ну как-то отдельно Алешек покупал мне. Там тросики и коннекторы. Вот. Она знала, что у меня одна спица со сломанным механизмом, но человек всего купила. То там был у меня тоже комментарий. А что, вы продали спицы со сломанным механизмом? Вот отвечаю вам. Да, продала. Потому что покупатель знал об этом. Поэтому я никого не обманула. Все было по-честному. Вот. А несъемные спицы Ади просто вот с леской, которая не снимается, мне тоже очень-очень нравится. У меня этих спиц, по-моему, две пары. Ну, то есть пара. По-моему, 2,75 и 3,25. Вот эти спицы я люблю. Там и переход другой, и кончики нравятся мне у Ади. Кто-то балдеет от Чиаго, кто-то плюется от этих спиц, потому что очень острые кончики. Так что, друзья, это все индивидуально. И не надо верить мне, не надо ругать меня, что у меня проплаченные какие-то ролики. Этого нет. Я всегда говорю от чистого сердца, искренне, честно, выражаю только лишь свое мнение. Ну, а решать, конечно же, вам. Ну, наверное, на этом я буду заканчивать. Пойду дальше вязать вот эту красоту красивую. Ровно половину мне останется связать. Да, по поводу пальчика, друзья, вот я вам покажу. Сейчас не очень страшно. Я в перчатке мыла посуду, ну, чтобы не намокало. Здесь, видите, все уже заросло, запеклась там кровь. Я стараюсь этот пальчик не мочить. Сегодня я уже сняла эту повязку. Он не загноился, все хорошо, но я все равно на всякий случай мазала левыми колем. Хотя гноя не было, ну так, на всякий случай. Так что скоро все будет хорошо. Почка целая. Он такой сейчас здесь грубый, грубый, ну потому что затянулось и естественно вот это все грубое. Слава Богу обошлось. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодня коротенькое видео. Еще раз поздравляю вас с наступающим Рождеством. Думайте о хорошем, желайте только хорошее и людям, и себе, и все у нас будет замечательно. Я вас всех обнимаю, всех люблю, и до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Пока-пока. Продолжение следует...